господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 768 события дня второзакония 1232 все что я заповедую вам старайтесь исполнить не прибавляй к тому не убавляй от того это за 19 января 2018 года день крещения с утра и прошло воскресенье батюшка был здесь среди зимы как трудно там добираться там ни одного дома нет на разъезде ничего там нету как-то на снега ходили как его привозят теперь ждет пояс опаздывать не опаздывать скрыться негде и только воскресенье был теперь пятницу через пять дней опять приезжает приехал очень рано и немного тут мы засняли уже выставили на нашем видеоканале видно как у нас служба идет что ну какие события дня события дня братья пошли пришли позавтракали после того как святая вода уже тут у нас была освещена пошли тут будет крестный ход на обь во главе с митрополитом сергием иваником но наши поехали на двух машинах загрузились евангелями красная четвероевангелие жирный такой шрифт хороший и на другой стороне там написано по благословению патриарха кирилла ну и прям ящики вытащили поставили тут и раздавал сергей павлович пупков и там наши братья были снимал это тоже выставили три ролика и такие более-менее как и крестный ход идет а остальное что там были раздавали это в отдельные я вынес и отправляю в администрацию через ней 8 будут они тоже стоять пишет мне и леонид якопчук это из америки один из пятидесятников и он дал тут программу своей веры как я так определил ближе всего это к монастырскому уставу католиков католиков где-то у нас половина примерно это уже исполняется но есть кое-что такое совершенно неприемлемое вот мне он что все ролики все из утюба убрать не надо двойной одежду там не носить трусов не носить очки есть очки убрать все зеркала убрать ну куда убрать совсем убрать никаких книг не читать проповедовать только чисто евангелие прочитал не толковать или не надо никого ну вот такое будет сказать открытие самое то опасное в том что все это приписывается богу вот это все может быть богохульство просто я боюсь этого ну я записываю все записывал записывал ну как 95 тезисов лютера вот так образуется секта новая и он крест уже надел и в третьем поколении пятидесятник он говорит а мне не говорить ну как не говорить когда это события дня мир вам игнатий опять чудо мне прислала моя дочь марта фотографию она живет в где сожгли еретики я на гуса я на гуса сжигали как еретиками а теперь еретиками называют тех кто сжигал но объяние гуси написано это кажется у фетопись такое было или умая гус на костре христову кровь она стояла для них очень хорошее стихотворение он у меня тут помещено дальше пишет это образ как должна выглядеть христианка вот он показывает дочь свою как она выглядит вот она это так она должна выглядеть он говорит ну я не против все хорошая девушка и вот но для чего он показал она должна так выглядеть пожалуйста поток у нее на голове прекрасно сережек никаких нету но он не случайно это прислал не случайно так это а в чем дело то вот как у нее во рту протез для выравнивания зубов что делать это знак сатаны у него везде знак сатаны электричество чтобы не было приставил сейчас выключено не разогреть холодильники все выбросить ну программа такая суровая так нужно сказать на в общем монахи то так и делали все удивляйся но они горят имение все ногам апостолов имение это не дома не квартиры это все при них оставалось что они бомжами делались имение это отдельно где-то имение усадьба фазенды там они продавали имение свою сцену отдавали где в иерусалиме этого обязанности ставилась когда человек хочет быть еще что-то больше сделать требуемо хочешь быть совершенным продай господь если хочешь но это никогда не ставилось в обязанность продать и раздать этого не было были такие у которых что-то было монахи так понимали буквально а это именно для всех он условия ставит вот я говорю буду молиться пока не торопите без процента больше половины неприемлемо половина то у нас это и есть скромное питание скромная одежда это правильно а в зеркало зачем смотреть еще там смотреть быть все там надо вот он как нужно вот тут тебе подойдет каждый день чтобы мыться свежая что была рубашка а рубашка только одна должна быть двух не должно быть окажет постирается ну видимо высушится тогда наденешь ну то есть вот так он добавляет и добавлять добавляет в эти видно еще не устоявшийся устав такой от знак сатаны не ну какой же ну знак сатаны то давайте посмотрим вот она стоит и у нее я посмотрел ребята посмотрели игр действительно у нее во рту стоит это ну в нашей в деревне у кого-то там были такие ну как это на пользу человека придумали будет знак сатаны то еще ты леонид то прямо дуришь совсем это никуда не годится у дочери знак сатаны во рту она знать еще не знает улыбается стоит знак сатаны я могу говорю смотри останешься один на жену на детей то наложишь это без клуба что без каблуков было но это совсем не ни один даже никто никогда не говорил вчера ролик стоит ролик вот можно уже теперь разобраться выход один надо молиться правильно одежда должна быть одна не двойная и так что рубашка спаси христос забыл сказать простите электрический свет это тоже знак сатаны спаси христос пояс истины виза только одним узлом одним он и к развяжется поясок у меня на четыре узла вяжет а у него на один ночью он потеряет им все там и говорит собачий поводок там достал где-то и к себе привязывает его видно что не ходил в нем бороду отпустить надо живот этот подобрать лишние есть тут уже есть что и дальше он говорит маленько поглядя еще пишет подумайте только сливать нечистоты мыть посуду плевать в раковину когда счистишь зубы это нельзя вода святая спаси христос в раковину то нельзя вот такое и сующие не и крестится не справа налево как мы крестимся слева направо тоже крестик на делу же это из 50 и капу не чтобы не было все от бога это от бога я говорю но это надо молиться от бога от бога от бога то от бога под видом бога приходит сам сатана вид ангела света принимает так что я говорю десятину то могу тут посвятить то что она устав выставил как у меня 10 сейчас исполняется скромная питание должно быть не покупать воду газированную там подкрашенную она вредная я с этим согласен алексей романов пишет слава христу богу нашему рад приветствовать вас игнатий посмотрите христа ради мое обращение добыть через него бы немного ближе познакомились а также небольшой фильм о почаевской обители простите за ошибки а пока еще не научился владеть компьютером компом видите мне столько присылает за один день 10 роликов посмотрите дайте рецензию посмотрите да не могу я смотреть у меня времени абсолютно нету вот сегодня я вот стал два часа и там 17 минут все дальше уже не ложусь 4 40 все остальные стали помолились и я скорее отвечать но это решите теперь сколько у меня времени уходит 14 16 часов сижу каждый день за компьютером игнатий тихонович не сочтите за труд забейте в ютубе пощаевский свято духовский монастырь скит это мой фильм сценарий которому я милостью божью писал сам охраняя монастырь ночью он длится 33 минуты и снят 10 лет назад обращение которое я выслал написано моей рукой но продиктовано сами знаете кем видимо тоже только богом когда я подготовлю некоторые вопросы к вам решусь позвонить вам по скайпу разумеется если богу будет угодно и вы не откажете о душеспасительном общении уж больно вы меня зацепили своими трудами если возможно ответьте мне парой слов я чаю стать воином христовым а на деле посмешище дорогатого и поругание для людей однако у вас есть чему поучиться и сокровище чем поделиться вот еще один человек появился вот это алексей романов вот там закончили одну теперь не могу я смотреть тут зашел у нас был зашел сейчас один человек и показывает там тоже видимо снимал сама монастыря все посмотрел ничего нету не людей не бесед ничего нету дать мне еще эти кирпичи я к этому не привязан к этому кто привязан где-то это считаю уже инвалид вот у нас знакомый один есть это володя пенкин у него открыток он все по монастырям ездит ну больше метра на армет больше метра открытка на открытке эти лежат пачками еще он ну как он берегом живет один ни одного друга ни одного нету никто не ходит он никому не ходит и так жизнь кончилась уже на пенсии добрый человек добрый не пьет не курит не матерится но если где-то его засыпил где-то все сразу вычеркивает и ты больше и больше никогда ты погибший я уже знаю сниму как он думал там внучатку отбить в лучке уже ее посадили хотел чтобы усыновить и она вернулась еще вышла замуж устроилась на работу ее решали материнство теперь вернули назад он ко мне обратился чтобы я помог отбить ее ну как же мать приехала родная как разобиделся но я же не могу судя для того чтобы по суду судить то ну закон то на ее стороне то никак меня батюшку черный список сразу вот пожалуйста любят монастыри ездить так роман фроликов пишет спаси христос мир вам игнатий тихонович вопрос к вам 19 января праздник пост пятничный отменяется то есть этот день надо посвятить богу слава ему нельзя делать обычные дела несмотря на то что пятница в какие праздники можно делать обычные дела земные поклоны в храме но все дни опять если вечером уже поклоны земные не делаются по церковному уже наступает следующий день а воскресенье вечером можно делать земные поклоны хоть тысячи три делай как портопопов вакуум земных три тысячи поклонов и ты увидишь всякая блашта слезет с тебя как в житии святой евдокии написано а ты играть неделю не ешь тебе врата рая отверзутся но на правду ангел явился галина в леске реплика по роликам об обско барнаульском иордане 2018 года от рождества господа нашего иисуса христа вот вчера которое там было и там речь говорил митрополит сергий а уже сразу выставил я вчера получилось у меня я выставил за один день 23 ролика 23 а теперь смотри их не смогла удержаться о да вашу митрополиту серги священнику христову трижды аксиос то есть достоин 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 толковую и простую проповедь сказал у иордане на реке об а сказал про моими словами главная традиция свыше и быть вадимом духом божьим это моя фраза и вот как и настроение у епископа было радостно просто душевно это чувствуется на расстоянии дай бог ему здравия и спасения и пископ для человеков но не наоборот рада за соседних христиан каких соседних пока не знаю да и дебунов без агрессии на этот раз кулачный боем не было аллилуйя сергей игнатов слава богу за рождение во христе духовно щад через нашего наставника учителя по делам и словам стихам узнаем кто наш ближний во христе дай нам боже открыть и приумножить дарованное тобою талант это моя молитва я повторяю прямо повторяет да прибудет с руководителем наших занятий с сергеем пупковым и всеми его участниками божья благодать с праздником крещения господа иисуса христа аминь сергей пупков спаси христос всех с праздником всех вас молитвенно обнимаю вот кроме пасхи первом веке был только один праздник крещение но он совмещался в один день с рождеством ни одного не было а тут 12 натянули и покров и введение во храм это монахи все делают роман фроликов но тут надо посмотреть по то полное погружение но это я выставил ролик там крестят иван артюшкин всех с праздником так анастасия поглубже бы сделали а то по периметру большая а углу неудобная совсем этом грузии слышу голос на ума израилю еще это у них сделано так вот все знает девчонка рустам мир вам игнатий тихоныч как только вы помолились за то чтобы нашелся покупатель на мою квартиру то в этот же день вечером агент недвижимости написал что покупатель найден и хочет ее посмотреть субботу вот в этот день я извиняюсь что тревожу вас по мелочам но если вы считаете нужным помолиться за то что покупателю понравилась моя квартира и он ее купил в конечном счете то буду очень вам признателен и благодарен господи помоги рустаму если воля твоя есть спасибо вам огромное спаси господи слава христу андрей александров мир вам игнатий тихонович поздравляю с праздником крещения господне слова иисусу христу татьяна наша звонит он же праздник богоявлений начала всемирного благовестия это от меня взяли вчера я выставил такой заголовок вот прям тоже берут и нигде больше так не называется желаю вам много лет еще потрудиться во славу господа бога нашего иисуса христа но тут один на нашем форуме и вот он пишет я фамилии там не мог разобрать какая-то абракадабра стоит игнатий тихонович объясните пожалуйста что такое судный день никита если живой иди сюда помоги прочитать а то я уже сейчас за хри голос потеряю нет его ушел или медленно так поднимается никита поднялся соизволил ну когда ему что возьми там таблетку иди сюда давая внимание давай что ты быстро когда говорю быстро подки вот отсюда начинать считать о страшном суде о страшном суде говорили святые пророки и апостолы о страшном дне и часе говорит священное писание и так бодрствуйте потому что не знаете ни дня ни часа в который приедет сын человеческий мотфея 25 13 незадолго до крестных страданий иисус христос открыл ученикам будущее кончину мира и свое второе пришествие в день страшного суда неизвестен поэтому каждый христианин должен быть готов ко второму пришествию господа на землю к часу когда придется ответить за свои грехи сохраненная православной церковью священное знание о судьбе мира изложена книги книги которые сегодня мы предлагаем вашему вниманию она вышла в свет в издательстве эксмо называется страшный суд православное учение автор составитель данной книги владимир михайлович зоберн известный нашим читателям по книгам бог и победа о загробном мире чистые души рассказы о святых женщинах при составлении своих книг автор использует священное писание толкование святых отцов и учителей церкви сочинения духовных писателей 19 20 века кроме того некоторые свидетельства и факты приводятся из журналов 19 века душеполезное чтение кормчий колокол русская старина и других популярных изданий до революционного времени данная книга разделена на четыре главы в которых последовательно изложено священное знание о страшном суде а также собраны рассказы о загробной жизни явлениях умерших из потустороннего мира о мучениях грешника в аду и блаженстве праведника в раю в первой главе книги автор рассказывает о втором пришествии господа иисуса христа раскрывает учение священное писание о воскресении мертвых описывает свойства воскресших тел спасенных и осужденных говорит об истории этого догмата по словам автора вера во второе пришествие на землю господа иисуса христа это догмат православия он записан седьмом члене символа веры чая воскресения мертвых там же изложен и догмат будущего страшного суда божьего на человечеством вот свидетельство самого спасителя об окончательном суде свидетельство апостолов святых отцов учителей церкви иисус христос учит отец не судить никого но весь суд отдал сыну дал ему власть производить и суд и она 5 22 и 27 потом же православным сказать совершенно неправильно голову от стиха отделяет запятой только двоеточим а запятой следующий стих 22 стих и 27 придет сын человеческий во славе отца своего с ангелами своими и тогда воздаст каждому по делам его матфей 16 27 и апостолы проповедовали о суде он назначил день в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа подал удостоверение всем воскресив его из мертвых деяния 17 31 я двоеточие это я переставил уже запятую апостол павел многократно свидетельствует о всеобщем окончательном суде об этом же пишет святой иоанн богослов увидел я мертвых малых и великих стоящих пред богом и книги раскрыты были и иная книга раскрыта которая есть книга жизни и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими откровение 20 12 святая церковь всегда исповедовала этот догмат всеобщего суда в кавычках афанасьевском символе написано придет христос судить живых и мертвых его пришествием все человеки воскреснут с телами своими и воздадут о делах своих ответ этот догмат подтверждается всеми святыми отцами учителями церкви в их писаниях как отмечает автор самых первых дней существования христианства мысли о воскресении мертвых было камнем преткновения для многих мыслителей евреи верили воскресение мертвых и это истина была не отделима от их истории иудеи во время пришествия господа иисуса христа слишком грубо представляли себе загробную жизнь и вообще все духовное на мессию не смотрели как нас великого политического царя завоевателя который освободит их из-под иго римлян даст им свободу в единит еврейское царство которому покорит всех их врагов и при котором последует воскресение мертвых и суд марфа сестра лазаря говорила спасителю знаю что воскреснет воскресение последний день и она 11 24 саддуки не верили ни в ангелов не в существование души загробной жизни не верили воскресение тел афинские философы стойки эпикурейцы учение воскресения мертвых называли безумием однако несмотря на это в своем учении они высказывались о возможности воскресение мертвых тел во второй главе рассказывается о втором бесконечном периоде загробной жизни то есть о вечной жизни как отмечает автор после воссоединения душ со своим воскресшими телами и после окончания всеобщего суда наступит второй период загробной нескончаемой жизни не только души как было в первый период но вечной жизни полного человека состоящего из души и тела второй период загробной жизни открывает нам два состояния душ спасенных и осужденных соединенных с ими воскресшими телами или для вечной жизни или для вечной смерти второй период загробной жизни есть дальнейшее бесконечное развитие нравственного состояния души или доброго или злого усвоенного ею еще на земле и с ней перешедшего в загробный мир в этой же главе автор говорит о блаженстве праведников о котором учили и писали все святые отцы и учителя церкви святитель феофил антиохийский преподобный ефрем сирин святой и лари пиктовийский святители иван златоуст григорий богослов василий великий и другие третья глава книги напоминает о самом печальном что может ждать человека о вечной смерти о жизни в гиене по словам автора после праведного суда божьего осужденные услышав свое последнее решение идите от меня проклятый в огонь вечный уготованный дьяволу и ангелом его матфея 25 41 пойдут вместо своей вечной погибели вместо вечного наказания в гиену с этого момента для этих несчастных наступит второй период вечного страдания вечного мучения и души тел полное совершенное мучение для человека грешника хотя осужденные будут пребывать вместе как в первой так и во второй периоды однако они будут лишены возможности видеть и общаться друг с другом потому что состояние осужденных полностью лишено и тени радости в гиене нет света там царит нравственная духовная тьма потому что те кто должны были на наследовать ее то есть делающие на земле зло ненавидят свет иоанна 3 20 неверие есть причина погибели человека понятие погибели безусловно принадлежит состоянии душ в гиене сюда поступает угождавшие свои плоти чреву и себя любцы их конец погибель их бог чрева и слава их срами они мыслят о земном филиппийцам 3 19 следовательно жертвой гиены будут все неверующие в господа иисуса христа сына божьего ради нас пришедшего на землю как он сам учил кто не будет веровать осужден будет марка 16 16 основанием вечного мучения служит совершенное удаление этих душ от вечного бога ибо как свидетельствует наука на земле существует время а за ее пределами только вечность последние главе книги собраны рассказы усопших об их загробной участи начиная с первых минут расставания души с тела кавычки открыты частный суд божий над душами по учению церкви предваряется их испытанием на так называемых мытарствах через которые они проходят воздушной области кавычки закрыты предание прохождение мытарств блаженной феодорой продолжает свидетельство о возможно о важности поминовения усопших осилий церковного поминовения об участии умерших в судьбе живых все истории собранные в книге реальны и благодаря им многие люди раньше не верившие бессмертия души и существования загробной жизни становились верующими господь рассказал ученикам что когда он вторично придет на землю жизнь человеческого рода прекратится тогда он воскресит мертвых и души умерших вновь соединятся с телами господь будет судить всех людей по их делам и поступкам одни которые творили добро и жили для вечной жизни будут удостоены царства небесного другие будут усаждены и пойдут в вечный огонь приготовленный дьяволу и его слугам где их ждут страшные мучения одни и части своего пришествия иисус христос не сказал ученикам поэтому каждый христианин должен быть готов ко второму пришествию господа на землю готовить ответить за свои дела поэтому нельзя забывать о страшном суде в чем напоминает и данная книга страшные суту оба слова с большой буквы ну когда пушкина убил дантес внезапно появилось стихотворение его там студенты переписывали ну сразу вычислили кто это лермонтов он написал такая два куплета последние лермонтов михаил юрьевич но есть и божий суд на перстнике разврата есть грозный суд он ждет он недоступен звону злата и мысли и дела он знает наперед вот здесь есть грозный суд почему из грозы судья мы в школе учили судья он ждет он с большой буквы но тут почему-то так я не стал менять тогда напрасно вы прибегните к злословью она вам не поможет вновь и вы не сможете всей вашей смоете вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь написано в 1837 году вот на это стихотворение евгений птушенко написал баллада шефе жандарма в главной лада шефе жандарма министр внутренний дел так я представляю страх и обалдение когда попала в третье отделение кавычки на смерть поэта представляю я как начали все эти гады бегать на вид с мундира сыпая перхоть в носы табак спасительный суя и шеф жандармов главный идеолог ругая подчиненных идиотов надел очки дойдя до срок до строк но есть есть божий суд на перстнике разврата он сдрогнув огляделся воровата и побоялся еще раз прочесть уже давно докладец был состряпан и на кавказ м лермонтов запрятан но бекендорф с тех пор утратил сон во время всей бодяги царедворской приема в заседании церемоний есть божий суд смятей не слышал он есть божий суд метиль ревела в окна есть божий суд весной стонала волга в раздолях и страдавшихся степных есть божий суд кандальники бренчали есть божий суд безмолвство и кричали глаза скидавших шапки крепостных и шеф трясась от страха водяниста украдкой превратился в атеиста шеф посещал молебны как всегда с приятцей размышляя в кабинете что все же бога нет на этом свете а значит нет и божьего суда но вечно надо всеми подлецами жандармами придворными льстецами как будто их грядущая судьба звучит с неумолимостью набата есть божий суд на перстнике разврата есть божий суд есть грозный судья если даже нет на свете бога не потирайте руки слишком бодро вас ведь смундиры ваши не спасут придет за все когда-нибудь расплата есть божий суд на перстнике разврата и суд поэта это божий суд есть божий суд на перстнике разврата то есть ролик такое напели мы сейчас по я попрошу поднять вот это здесь аппарат на туда я подниму и нужно тут щелкнуть чтобы высветилось как наши братья исполнили это виктор николаевич савченко ну как бы сказать положил на музыку вот она сейчас сама откроется аминь я представляю страх и обалденье когда попала в третье отделение на свет поэта представляю я как начали все эти гады бегать на весь мундиры осыпая перхоть носы табак спасительные суя и шеф жандармов главный идиолог ругая подчиненных идиотов на девочки дойдя раздрогнулись есть божий суд на перстнике разврата есть божий суд есть божий суд божий суд без ползу я кричали глаза скидавших шапки крепостных глаза скидавших шапки крепостных уже давно докладец был состряпом и на кавказ лермонтов запрятан но дегентор с тех пор утратил сон во время сипотяния царедворской приемом соседаний церемоний есть божий с есть божий суд сметенье слышал он и шеф трясясь от страха водянистом уранткой превратился в атриста шеф посещал молебны как всегда с приятцей размышляя в кабинете что все же бога нет на этом свете а значит нет и божьего суда есть божий суд метель ревела в окна есть божий суд весной стояла волка в раздорях и страдавшихся степных есть божий суд грандальники бренчали есть божий суд бессмолствуя кричали глаза скидавших шапки крепостных глаза скидавших шапки крепостных но вечно над всеми подлецами жандармами придворными сердцами как будто их грядущая слева звучит с неувалимостью народа есть божий суд на берстнике разврата есть божий суд есть грозный судья и если даже нет на свете бога не потирайте руки слишком мудро вас ведь мундиры ваши не спасут придется все когда-нибудь расплата есть божий суд на берстнике разврата и суд поэта это божий суд есть божий суд метель вилла в окна есть божий суд в лесу и садового волка в раздольях и страдавшейся степны есть божий суд грандальники бренчали есть божий суд бессмолствуя кричали глаза скидавших шапки крепостных глаза скидавших шапки крепостных глаза скидавших шапки крепостных Но базар скидавший шапки крепостны Ну вот так Вот теперь дальше Вот сейчас Никита насчитывал здесь Пошел Благодарю, помог Надежда Васильевна тут слушает Ну, Володя там блинчит посуду еще Где там ты, покажись Вот, картошку готовит нам Сегодня уже 20, это за 20 Ну, на сегодня, я думаю, и хватит Все